И они у нас будут в окна сидеть. Да. Вот и молодцы. Ну а сейчас давайте смотреть мультфильм. Давайте, давайте. Снова вошли в моду рюшечки, бантики и баклажановый цвет. Из других новостей. Накануне был объявлен список лауреатов Нобелевской премии этого года. Ой, ну кому это может быть интересно? И зачем вообще эти премии нужны? Как это зачем, милая моя? Любой ученый мечтает получить Нобелевскую премию. Ведь получая ее, он являет всему миру торжество разума. Не понимаю. О, это очень просто. Когда я был почти так же молод, как ты, я ухаживал за одной особой. Но она совершенно нелогично. Предпочла другого? Какой ужас! А почему? Видишь ли, некоторые, не побоюсь этого слова, лоси нагло полагают, что все вопросы надо решать не путем умственных состязаний, а через рога. Мол, у кого рога больше, то ты прав. Абсурд! Так вот, чтобы исправить эту вопиющую несправедливость природы, умные лоси придумали очень почетную Нобелевскую премию. А у тебя были маленькие рога, да? В вопросах дружбы размер не имеет значения. Поверь мне, я защищал на эту тему докторскую. Так вот, стоит получить Нобелевскую премию, а ее может получить только очень, очень умный лось. Как тебя начинают любить все, независимо от того, большие у тебя рога или маленькие. Это и есть торжество разума. У тебя были маленькие рога. Да, тогда у меня были рога не очень, но сейчас у меня рога хоть куда. Если бы она их сейчас увидела, она бы очень пожалела, что тогда поспешила с выбором. И ты больше никогда ее не видел? Я сказал себе, что буду работать и работать, работать и работать, работать и работать, пока не получу Нобелевскую премию. А когда получу, она поймет, кого она упустила. И прибежит проситься обратно. За долголетние исследования взаимосвязи между простой порядочностью и размерами рогового покрытия премия присуждается Лосяшу, ученому из... Лосяш! Я даже про тебя! А мы все знаем! И страшно тобой гордимся! Тебя приглашают на церемонию вручения! Туда адрес, дата и время. Ведет же некоторым! Будут показывать на весь мир! Надо подготовиться. Я хочу выглядеть красивым и модным. Это должно быть настоящее торжество разума. Так, ладно, пошла я. Лада, я тебя с собой не беру. Там на рынке собаки. Потом приду, мы с тобой сходим. А может и нет. Пей великолепно. Пять баллов! Ну, полное торжество разума. Она обязательно прибежит проститься обратно. Рога! Рога! Вам не кажется, что мы забыли про рога? Надо их чуть-чуть привести в порядок. Совсем капельку. Ну, может, достаточно? Еще! Еще! Церемония будет проходить в большом зале. Рога должны быть видны отовсюду. Ты уверен? Конечно, да. Лосаш, немедленно открой дверь. Я никуда не поеду. А также торжество разума. Подумаешь, рога отвалились. Вот тоже мне причина. Ты обязан ехать на церемонию. Это священный долг каждого интеллигента. Зачем мне все эти церемонии, овации и восторги сейчас? Мне это было нужно, когда я был молод. Где они были тогда? А сейчас пусть шлют премию по почте. Ты не поехал, потому что не хотел, чтобы она тебя видела с маленькими рожками, да? Абсурд! Она, наверное, меня и не помнит. Такой вот парадокс. Мы совершаем подвиги для тех, кому до нас уже нет дела, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Спокойной ночи, девочки и мальчики. Сладких вам снов. Спокойной ночи, друзья. И не забудьте перед сном почистить зубки. Да. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай, пою бай. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok